В эфире телеканала Юрган программа Крик, криминал и комментарии. В студии Виктор Прокушев, сегодня в программе. Сомнительный аргумент. Сыктывкарец отстаивал честь девушки с обрезом в руках. Огненная ловушка. Закончено следствие о пожаре двухлетней давности, где погибло семеро вахтовиков. Дорожный сюрприз. Неожиданный поворот полицейской погони за красной семеркой. Сотрудники полиции задержали 23-летнего безработного сыктывкарца по подозрению в хулиганстве. В конце сентября на крыльце бара молодой человек сначала угрожал посетителям обрезом охотничьего ружья. Затем нанес одному из оппонентов несколько ударов по голове. Что толкнуло дебошира на вооруженные разборки в центре города, выяснил Антон Булаев. В ту ночь командир взвода ППС Андрей Свисто во время патрулирования заметил возле бара по улице Рженикидзе подозрительного молодого человека. Парень держал в руках обрез охотничьего ружья. Да к тому же был крайне агрессивно настроен. Я по телефону сразу связался с деревной частью, доложил обстановку и после чего подъехавшие экипажи ГБДД и ППС совместно мы сначала заблокировали эту машину, блокировали тех людей, которые, чтобы они не могли воспользоваться этим обрезом или каким-либо образом, скажем, скинуть его. Полицейские обнаружили припрятанное оружие под передним сидением автомобиля. Молодой человек уверял, к обрезу никакого отношения не имеет и вообще видит его впервые в жизни. Подозреваемого и его приятелей доставили в дежурную часть. Оперативники выяснили, момент вооруженного инцидента и сам хулиган попали в камеры видеонаблюдения ночного заведения. Кроме того, задержанного опознал один из потерпевших. Под тяжестью улик молодой человек во всем сознался. В какой-то момент к этой девушке подошел незнакомый молодой человек и захотел с ней познакомиться. Девушка ответила ему отказом, после чего пожаловался задержанному о том, что к ней пристает какой-то незнакомый человек. Задержанный решил, как он считает, защитить честь своей девушки, после чего вернулся в машину, взял данный обрез и пошел разбираться с данным молодым человеком. Прежде чем завернуть с ним за угол, он без причины направив на толпу отдыхающих возле бара незнакомых ему людей данный обрез, сказал, чтобы никто не смел за ним ходить. Между молодыми людьми произошла потасовка, в ходе которой подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов рукоятью стрелкового оружия по голове. По версии задержанного, обрез он нашел на улице незадолго до инцидента и собирался, как уверяет, сдавать его в полицию, но банально не успел. Впрочем, в эту легенду силовики не поверили. В ходе предварительного расследования было установлено, что злоумышленник ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений против личности. Освободился он в 2012 году из мест лишения свободы и находился под административным надзором до 2015 года. По факту хулиганства в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. До суда его арестовали, а изъятый обрез отправили на экспертизу. Если вину рецидивиста докажут в суде, за вооруженную разборку его могут вернуть в места не столь отдаленные лет на пять. Кайгородские полицейские разыскивают Хидирова Искандара Камиловича. Молодого человека подозревают в воровстве, порче чужого имущества и вовлечении в преступление несовершеннолетнего. По версии следствия, 18 апреля злоумышленник украл пенсию у пожилого жителя поселка Зимовка. Хидиров, находясь на квартире гражданина, который в этот день получил пенсионное пособие, после совместного распития с ним спиртных напитков, значит, понадеялся на то, что данный гражданин уснул и он ничего уже не слышит, значит, вовлек несовершеннолетнего в преступную деятельность, то есть подговорил его и совместно с ним похитил деньги в сумме 7400 рублей, то есть практически всю сумму пенсионного пособия, которое впоследствии они использовали по своему усмотрению. В этот же день злоумышленник разбил дорогостоящий сотовый телефон другого сельчанина. По двум этим фактам в полиции возбудили уголовные дела. Хидирова объявили в розыск. Приметы подозреваемого. На вид 20 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, светлые волосы. По предварительным данным, молодой человек может скрываться в Сыктывкаре или Эжвинском районе столицы. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, стражи порядка просят позвонить по телефонам, указанным на экране. Закончено расследование уголовного дела о пожаре в общежитии города Микунь два года назад. В результате крупного возгорания получили смертельные травмы семь человек. Обвинение в нарушении правил пожарной безопасности предъявили главному инженеру компании «Рамос», где были трудоустроены вахтовики. Еще один фигурант, профессиональный охранник Сергей Ститюк, уже ответил перед судом за гибель людей. Насколько суров был приговор, выяснил Эдуард Бушуев. Пожар в поселке Вахтовиков случился в ночь на 13 ноября. Были выходные. Часть работников разъехалась по домам. Людей в общежитии было в три раза меньше обычного. От силы человек 40. Часть вахтовиков укладывалась спать. Другая отмечала день рождения одного из работников. Когда заметили возгорание, огонь своими силами было уже не потушить. Постояльцы вызвали спасателей МЧС и стали вбегать на улицу. Первое действие хватали вещи. Одесса, что зима, теплые вещи, эти документы, чтобы целые были. Ну вот так вот, головы выскочили. На тушение возгорания, а оно распространилось на 750 квадратных метров, у спасателей ушло 11 часов. На пожарище обнаружили тела шестерых рабочих. Еще один мужчина скончался в больнице. Специалисты определили место, где огонь набрал силу перед смертельным рывком. Это была специально оборудованная сушилка спецодежды. Предварительная версия, короткое замыкание электропроводки, не подтвердилась. Осталось две возможные причины. Возгорание ткани от незатушенного окурка или электроколорифера. Кстати, с этой тепловой пушкой проводили уникальный следственный эксперимент в соседнем общежитии. На разное расстояние подносили предметы одежды различные. Так вот, на расстоянии 7-10 сантиметров на протяжении буквально непродолжительного промежутка времени, там, исчисляемого минутами, происходило возгорание. Во время следственного эксперимента находиться в этом помещении, ну, в принципе, было тяжело достаточно. Температура поднималась очень сильно. Ну, естественно, использовать данную тепловую пушку таким вот образом было недопустимо. За противопожарную безопасность на объекте отвечал главный инженер. Именно он, по версии следствия, во-первых, допустил, что в сушилке функционировал неподобающий обогреватель. Во-вторых, в этом неприспособленном помещении вахтовики курили, хотя все это должен был жестко пресекать и дисциплинарно наказывать. Впрочем, обвиняемый свою вину не признал. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, высокопоставленному сотруднику компании «Рамос» грозит до 7 лет лишения свободы. Еще одного работника, только уже охранного предприятия, Сергея Стецюка, за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по приговору Усть-Вымского суда на полгода ограничили в свободе. Следствием и судом установлено, что Стецюк, находясь в смене, нарушил требования должностной инструкции и правила противопожарной безопасности, а именно закрыл снаружи ключевый навесной замок на входной двери запасного выхода общежития, вследствие чего один из рабочих, который пытался при пожаре выбраться наружу через данный выход, сделать этого не смог и скончался от отравления оксиуглерода. Инцидент с массовой гибелью рабочих в общежитиях даже в Коме далеко не единичный. Напомним, что последний случился в феврале на стройплощадке в Сыктывкаре. Такие ЧП скрывают грубейшее нарушение пожарной безопасности. Начинаются тотальные проверки подобных объектов представителями надзорных ведомств. Но ситуацию в корне они не меняют. Верховный суд Коми рассмотрел уголовное дело ранее судимых жителей Воркуты Николая Боброва и Владимира Мишарина. Их признали виновными в разбойном нападении и убийстве жителей Оренбурга, который приехал в заполярный город на заработки. Корыстные мотивы жестокой расправы в репортаже Евгения Ракина. Посвятите понятому. Понятому. Видно, да? Вот нож. Я возьму и перчатки. Нож. Вот это в печень? Да, да, вот это в печень. Обалдеть. Этими ножами, а потом и молотком два молодых воркутинца убили жителя Оренбурга. Один из них Николай Бобров сам показал, куда вместе с подельником Владимиром Мишариным спрятал орудие расправы. Сначала он настаивал на своей невиновности и валил все на приятеля. Но в квартире, на месте преступления, вдруг решил сознаться. Я вот второй нож, я пытался воткнуть, но мне не воткнулся. Вы почему сейчас так решили сказать? Облегчить душу хотите? Вот что, потому что по ночам тут снится. Следствие выяснило, 8 ноября прошлого года Бобров и Мишарин проникли через форточку в квартиру потерпевшего. Они знали, приезжему мужчине не удалось трудоустроиться на строительство газопровода. Поэтому, чтобы накопить денег на обратную дорогу, он устроился грузчиком в местное депо. Нападавшие требовали от жертвы денег. Затем воркутинцу убили несговорчивого хозяина, нанеся ему удары ножами и молотком в жизненно важные органы. После этого скрылись. Они были обнаружены не сразу, поскольку стали скрывать следы совершенного преступления. Замыли полы в квартире, собрали все, к чему прикасались. Ножи, молоток, которыми убивали, стаканы, карты, в которые играли и вынесли с собой. Следствие квалифицировало действия Боброва и Мишарина как групповое убийство, сопряженное с разбоем. Верховный суд согласился с гособвинением и приговорил Николая Боброва к 16-ти, а Владимира Мишарина к 18-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Больничная койка обернулась для водителей «Жигулей» и его пассажиров ночная автопрогулка по улицам села Айкино Усть-Вымского района. В результате полицейской погони машина слетела с дороги, перевернулась и очутилась на крыше. Константин Куратов выяснил, у лихача была веская причина скрываться от стражей дорог. Первыми неадекватного водителя «Красных Жигулей» заметили местные жители. По их словам, нарушитель двигался по райцентру на огромной скорости, порой заезжая на пешеходные дорожки. Испуганные сельчане позвонили в полицию. Вблизи автозаправки экипаж ДПС обнаружил нарушителя общественного спокойствия. Зажимай. Зажимай. Право прижаться, остановиться. Стой, лишь бы не убежал. Стой. Право прижаться, остановиться. Подчиняться полицейским молодой человек не захотел и на огромной скорости рванул по проселочной дороге. В машине, кроме водителя, были два пассажира – парень и девушка. Он далеко не убеет, лишь бы люди не пострадали. Водитель семерочки, право прижаться, остановиться. Там дорога перекрыта, перекрыта, дальше нету движения. На эти требования полицейских водитель только прибавлял газу. Позже это опрометчивое решение сыграло слегачем злую шутку. На одной из кочек легковушку подбросило вверх. Жигули вылетели в кювет. Помимо водителя, возраст которого 31 год, находились в салоне еще два пассажира. При этом сам водитель получил травмы головы и различные ушибы. И пассажир автомашины, который находился на заднем пассажирском сидении, также получил ушиб поясничного отдела позвоночника. Водитель был задержан. Действительно, он имел признаки алкогольного опьянения. Ну и в свою очередь, за то, что он уходил от преследования, не подчинялся законным требованиям сотрудника полиции, был привлечен к ответственности. Выяснилось, сельчанин никогда не получал водительских прав. Нарушителя и двух его пассажиров госпитализировали. Искорюженный автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Сотрудники ГИБДД выписали лихачу шесть административных протоколов. По каждому из них мужчине придется заплатить крупный денежный штраф. На этом наш выпуск завершен. С вами был Виктор Прокушев. После короткой рекламы информационные итоги дня в программе «Время новостей». Хорошего вам вечера. Без неприятных происшествий.